Всем привет ребята, меня зовут Богатей Шиди и добро пожаловать в новое видео. Тебе стоит послушать этого человека очень внимательно, ведь он один из самых могущественных теневых людей на планете. Его имя Ларри Финг и его компания Блэк Рок. Основа Блэк Рок это надежда. Вы инвестируете на пенсию, потому что верите, что завтра будет лучше, чем сегодня. Блэк Рок стремится запустить спотовый биткоин ETF США и Ларри только что раскрыл свои точные планы на этот счет. И я даже не подозревал, как он относится к биткоину и криптовалюте, ведь еще в 2017 году он называл биткоин инструментом для отмывания денег. Ну а сегодня на многомиллионную аудиторию CNBC он рассказывает о том, что биткоин это технология, которая неизбежно изменит финансовый мир. Биткоин это технологическое развитие. Оно так отличается от искусственного интеллекта и того, что ИИ может сделать. Биткоин очень хорошо держать на долгосрок, говорит Ларри Финг. Напомню, что под управлением Блэк Рок находится 10 триллионов долларов активов, и их клиенты готовы вложить миллиарды в биткоин в первый же день, как только спотовый биткоин ETF Блэк Рок будет одобрен. Если ты был подписан на этот канал, то ты знаешь, что еще два месяца назад Ларри Финг намекал на то, что он и его друзья покупают биткоин и эфириум и ожидают запуска спотового биткоин ETF. Но как Ларри Финг говорит, это будет нелегкая задача, но капитал движется, и он будет двигаться очень быстро. То есть этот спотовый биткоин ETF запустить будет непросто, по словам Ларри Финка, но после запуска цитата капитал будет двигаться очень быстро. Куда? В криптовалюту и биткоин. Послушай это. Ларри Финг рассказывает о том, насколько проще будет инвестировать в биткоин и для него, и для его друзей, и для других финансовых учреждений. Послушай, что он говорит о том, что произойдет, если или когда спотовый биткоин ETF будет одобрен. Мы рассматриваем это как возможность продвинуться на шаг вперед в плане предоставления инвесторам возможности купить хотя бы долю этого, при этом демократизируя стоимость инвестиций. Знаете, за последние 10 лет мы снизили стоимость iShares ETFs на 30%, так что мы попытаемся сделать эти криптоинвестиции более доступными или простыми. Что мы пытаемся сделать с криптовалютами, это сделать их более демократичными, со всеми криптовалютами, не только с биткоином, и сделать их намного дешевле для инвесторов. Сейчас спред на покупку криптовалюты очень дорогой. Это аннулирует большую часть тех доходов, о которых мы говорим. Потому что сейчас совершение операций с биткоином стоит больших денег, а также и выйти из биткоина достаточно дорого. И поэтому мы надеемся, что наши регуляторы рассматривают нашу заявку на ETF как способ демократизировать криптовалюты. Посмотрим, что они скажут. Удивительно видеть, как далеко продвинулись Блэк Рок и Ларри Финк в своем понимании биткоина. Ведь раньше Ларри был самым большим скептиком биткоина из всех. Большим скептиком был только Питер Шиф, Уоррен Баффет и Чарли Мангер. Послушай, что говорит Чарли Мангер про биткоин. Я стараюсь избегать глупых биткоинов. Он тупой, потому что очень вероятно, что он упадет до нуля. Ну что ж, гениальная аргументация. А это интервью Ларри Финка 2018 года, которое Блэк Рок пытается скрыть. Блэк Рок не хочет, чтобы ты это услышал и увидел. Это правда, что вы строите инфраструктуру для инвестиций в криптовалюту? Нет. Мы наблюдаем за ней и за блокчейном. Но крипто это не блокчейн. Блокчейн это технология, на которой она построена. Ваши клиенты разве не хотят инвестировать в криптовалюту? Нет, я убежден, что не существует ни одного такого клиента. Правда? Да. Но в какой-то момент они же захотят. Не нужно ли вам готовиться к этому моменту? На данный момент мы не готовимся. Ни один наш клиент не говорил нам о том, что он хочет покупать криптовалюту. И я могу сказать, во всем мире нет ни одного такого клиента. Теперь давай сравним этот ответ с его ответом сегодня. Потому что Ларри Финку по сути задают тот же вопрос 6 лет спустя. Только на этот раз он отвечает по-другому. Почему? Послушай, что он говорит. Вы же никогда не были таким гипертрофированным криптоскептиком, как Уоррен Баффет. Я имею в виду, Баффет и Чарли Мангер выходят и говорят, что криптовалюта это плохо. Но ваш скепсис был мягким. Да, я был настроен скептически, потому что первые пользователи активно использовали крипту, скажем так, для незаконной деятельности. Сегодня я думаю, что роль криптовалюты в том, что она фактически оцифровывает золото. Инвестиции в крипту, вместо того, чтобы инвестировать в золото, как защиту от инфляции, защиту от каких-то проблем в твоей стране или защиту от девальвации твоей валюты. Давайте говорить честно. Биткоин – это международный актив. Он не основан на какой-либо одной валюте, и поэтому он может представлять собой актив, который люди могут выбрать в качестве альтернативы. Основа BlackRock – это надежда. Вы инвестируете на пенсию, потому что верите, что завтра будет лучше, чем сегодня. Короче говоря, Ларри Финк намекает на то, что инвестиции в биткоин – это инвестиции на пенсию. И биткоины те, в которые он хочет запустить, позволят людям выбирать эту альтернативу вместо плана 401k, который сейчас популярен в Соединенных Штатах. Послушай, это не совпадение, что BlackRock делает это практически перед биткоин-халвингом, после которого количество новых монет биткоина, которые добывают майнеры, сократится вдвое. Ларри Финк сейчас стал биткоин-быком. Теперь он выступает по телевидению, воспевает биткоин и защищает его. В этом интервью именно телеведущий скептик, а Ларри Финк тот, кто отстаивает биткоин. Он за технологию, за инвестиции, за революцию. Послушай это. Я не вижу пользы в базовой технологии за криптовалютой. Разве это неплохо? Ну нет, на самом деле я считаю, что базовая технология является фантастической, потому что блокчейн поможет нам ускорить процессы транзакций. Блокчейн поможет нам идентифицировать транзакции. Если у нас есть чистый блокчейн, и мы знаем, кто является покупателем и продавцом, нам больше не нужны кастодианы и посредники. Вся финансовая система изменится. Некоторым посредникам сегодня нельзя доверять. Ну или же они просто банкротятся. К сожалению, мы еще далеки от глобального принятия, но это развивающаяся технология. И я имею в виду, что это сильно отличается от духа вокруг ИИ, того, что ИИ может сделать. Теперь мы глубоко понимаем BlackRock и их планы относительно биткоина, не так ли? И я верю, что следующая революция для рынков в следующее поколение – это токенизация ценных бумаг. Если у нас будет такой блокчейн, в котором мы будем знать любого бенефициара, у каждого из нас будет код, кто покупает и кто продает. Это приведет нас к мгновенным расчетам и к мгновенному регулированию рынка. Кроме этого, нам не нужны будут посредники, а значит комиссии упадут значительно. Также каждый держатель акции, цены, бумаги, облигации в токенизированном виде сможет голосовать в этой системе распределенного реестра. Но напоследок я хочу показать тебе этот график. Знаешь, что интересно? Мы видели фазу распределения биткоина за последние несколько циклов халвинга. У нас уже было три халвинга. И в каждом новом халвинг-цикле рост цены всегда придавливался из-за поступления в обращение новых монет биткоина. Предложение больше, цена меньше. Вот почему цена постоянно испытывала давление после халвингов. Посмотри, халвинг. Награда майнерам сокращается вдвое, но на рынок поступает еще больше монет биткоина. Раз, два, три. Но! Впервые халвинг в 2024 совпадет с уменьшением количества монет, доступных для покупки. С уменьшением, не увеличением. Количество монет, доступных в обращении, впервые падает в этом халвинг-цикле. Красная стрелка вниз. Предложение биткоина падает, а не растет. Впервые за все халвинги. Это значит, что в 2024 году нас ожидает первый халвинг-цикл в истории биткоина, который произойдет на фоне падения доступных в циркуляции монет биткоина. Мне даже сложно представить, что именно нас ожидает. Но, безусловно, что-то очень-очень хорошее. Нужно лишь продержаться сегодня, потерпеть еще немного. И мы сможем, не так ли? Ведь мы переживали с тобой уже и не такое. Мы переживали с тобой падение биткоина с 20 тысяч до 3 тысяч, с 69 тысяч до 16 тысяч. Мы переживали с тобой крахи на 50% за сутки, например, во время коронавируса. Мы переживали то, что 99% людей не способны пережить. 99% людей сдаются на полпути, когда не получают моментального результата. Когда что-то у них не получается. И именно в этом, я думаю, и заключается секрет. Почему только 1% людей богатит? Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok